здравствуйте и добро пожаловать в наше новое видео меня зовут любовь и я буду одной из ведущих сегодняшнего выпуска сегодня мы поговорим о мутациях коронавируса но а перед этим как обычно сообщим вам о важных последних числах связанных с коронавирусом когда коронавирус размножается в клетках людей получается много копий одного оригинального вируса во время самого процесса копирования множество маленьких ошибок происходят снова и снова что может привести к тому что через какое-то время вирус поменяется эти изменения и называются мутациями подобные изменения происходят чаще чем вы думаете грипп например мутирует каждый год в редких случаях случайные мутации могут дать вирусу преимущество это означает что вирус может распространяться быстрее и быть заразнее чем раньше есть множество известных мутаций однако только о трех мутациях сообщается больше всего они также были обнаружены в германии первая мутация известная как v.1.1.7 была обнаружена в великобритании вторая была обнаружена в южной африке и называется v.1.351 последняя мутация найденная в бразилии имеет название r.1 британская мутация коронавируса v.1.1.7 распространяется в германии достаточно быстро за неделю с 22 по 28 марта эта мутация вируса присутствовала 88 процентах положительных тестов это происходит из-за того что британская мутация коронавируса более заразная чем оригинальный вирус вдобавок к этому по сравнению с другими мутациями вероятность заболеть или даже погибнуть выше у британской мутации мутации из южной африки и бразилии распространены в германии не так сильно в случае британского варианта вируса v.1.1.1.7 вакцины достаточно эффективны однако касательно южноафриканских и бразильских мутаций предполагается что эффект вакцин является более слабым вакцинация может оказаться эффективной против этих мутаций поскольку имеются данные свидетельствующие о том что вакцина защищает от тяжелого течения болезни это означает что например органы дыхания могут быть заражены не настолько тяжело чтобы инфицированного человека необходимо было переводить на вентиляцию легких важно также знать что производители постоянно работают над адаптацией вакцин для борьбы с мутациями общие меры защиты от ковид такие как ношение масок в общественных местах и сокращение социальных контактов также предотвращают распространение мутаций но только в том случае если мы следуем им правительство также приняло решение о дополнительных правилах при поездке в германию из страны с мутациями ковид люди из этих стран не имеют права въезжать в германию не на самолете не на поезде не на автобусе и не на корабле но в исключительных случаях при наличии негативного теста все же можно попасть в германию всевозможные информации и теории заговора о ковид могут быть довольно страшными поэтому важно получать информацию из правильных источников и не путать ее сложной информации из ненадежных источников два примера того где можно найти достоверную информацию это сайты gesundheit.bremen.de или togetheragainstcorona.de ссылки на эти сайты приведены в описании этого видео мы благодарим вас за просмотр этого видео если вам понравилось пожалуйста оставьте большой палец вверх подпишитесь на наш канал и поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей какие у вас мысли по поводу мутации и о каких других темах вы бы хотели посмотреть видео сообщите нам об этом в комментариях ниже увидимся на следующей неделе будь на связи будь в курсе будь здоров эти видеоматериалы разработаны студентами якобс университи которая находится здесь в бремене совместно с государственной ассоциацией здравоохранения и академии социальной медицины нижней саксонии при поддержке производства smp медиа центра